Приветствую друзья рейдеры! Сегодня у меня особенное видео для всех новичков в игре Raid Shadow Legends. В нем я подробно расскажу и покажу как новичку самым эффективным образом прокачать свой аккаунт и уже на самом старте получить много отличных чемпионов, а если конкретнее целых 5 штук. Готов узнать все секреты успешной игры? Тогда давай начинать! Самая важная часть гайда, нужно правильно начать игру. Перед тем как бросить вызов темному миру Raid Shadow Legends нужно зарегистрировать новый аккаунт, но делать это без бонусов в 2024 году не круто. Хотелось бы получить каких-то бонусов и у меня есть кое-что реально полезное. Ты можешь получить в подарок ресурсы и эпических чемпионов на самом старте, причем нет разницы с чего ты будешь регистрироваться, с ПК или смартфона. Открой описание под этим видео и кликай на первую ссылку. Если перейти по этой ссылке на ПК, то откроется вот такая страница с громобоем и аноксом, где нужно заполнить поля регистрации. В виде вначале никнейм, затем пароль и электронную почту. Если все ввел правильно, регистрация завершится. После регистрации на компьютер скачается лаунчер Plarium Play. Открываем этот файл и устанавливаем его на компьютер. Как только лаунчер установится, пройдет еще буквально пара минут. Лаунчер скачает все файлы игры и она автоматически запустится и залогинит тебя в тот аккаунт, который ты создавал. А если перейти по ссылке, используя смартфон, тебя перенаправят на официальную страницу с бонусом, где нужно нажать на кнопку по центру, а затем перекинет в App Store или Play Store, где можно скачать игру. После прохождения обучающей миссии, ты получишь брутального чемпиона Громобой и 100 тысяч серебра. А после того, как ты с помощью моего гайда с легкостью прокачаешься до 25 уровня, ты получишь убийственного скелетика Анакса и ресурсы на развитие. Итак, ты зарегистрировался по указанной ссылке. Проходишь начальную миссию. Тут ты учишься наносить первые атаки и смотришь, как с легкостью отлетают твои враги. Кстати, не пропускай диалоги чемпионов, они забавные. Далее героев убивает дракон и арбитр предлагает воскресить одного из четырех. Галика, Элейн, Каэля и Этель. Наибольшее количество урона по боссам наносит Каэль. Чемпион для кампании и арены это Галик. Этель подходит для большинства режимов, а вот у Элейн высокий урон и она идеально подходит на боссов в ПВЕ. Я рекомендую брать чемпиона Элейн или Этель, так как ядовик у тебя будет на 25 уровне аккаунта. Зрители, напишите под видео, кто вам больше всего нравится и кого бы вы выбрали лично в качестве стартового чемпиона. Далее проходишь обучающий гайд. Тут тебя научат, как призвать новых чемпионов из осколков. Арбитр рассказывает о том, что все герои в Raid Shadow Legends относятся к одной из четырех стихий. Сила, магия, дух или тьма. Стихия это одна из основных характеристик, которая влияет на умения героев, а также на их урон во время битвы. Каждая из них имеет определенное преимущество над другой. Далее обучение проведет по моментам, как сражаться с врагами, одевать персонажа и улучшать экипировку. После этого обучение заканчивается и тебя не ведут за ручку. Но это не страшно, сейчас расскажу, что делать дальше. Как я уже говорил, забирай на почте громобоя с бонусами. Теперь я рекомендую тебе получить еще одного эпика. Для этого вводи в разделе промокоды код 5step2ggt. Он дает эпика Дхук шипастый. Также серебро, сет экипировки и ресурсы на развитие чемпиона. Дхук танк, который провоцирует врагов на себя и повышает свою выживаемость. Кроме того, сейчас работает эксклюзивное предложение, которое дает возможность получить легендарку Аделин через 7 дней. А пока в течении 6 дней просто забирай ресурсы. Аделин очень хороший саппорт, который накладывает неприятные дебафы врагу и лечит команду союзников. Только вдуматься, в первые дни игры у тебя на аккаунте есть стартовый редкий чемпион на выбор, громобой за регистрацию и Дхук за промокод. И после достижения 25 уровня Анакс, а также на 7 день Лего Аделин. С таким наборчиком можно играть в любом контенте игры. Итак, что теперь делать дальше? А дальше все просто. Ты проходишь миссии, которые предлагает игра. Забираешь награды и продвигаешься в развитии. Первую главу кампании ты легко закроешь в союзе Дхука, Элейн и Громобоя. Пройдя первый этап, дадут стартового лекаря Боевая Жрица и эпический сет на атаку. Этот сет по заданиям во вкладке миссии нужно одеть на Элейн. Ну и затачиваешь его для начала на плюс 4. Это даст тебе возможность без особых трудностей далее проходить кампанию вместе с бонусными чемпионами. Прежде чем начать зачищать следующую главу, загляни в список миссий. По-любому будет задание, связанное с зачисткой определенной главы. Если следовать строго по миссиям, то ты не будешь испытывать затруднений в прохождении первых глав. Задания построены так, что перед очередной главой ты будешь готов к ее прохождению. Так как по квестам надо будет выбить определенные артефакты, правильно их заточить и одеть нужных чемпионов. За окончание каждой главы тебе будут давать хорошие награды. Такие как сеты, банки опыта или книги для прокачки навыков. 9 глав я прошел очень быстро с учетом того, что первые 4 я закрыл на 3 звезды. Проблемы начались на 10 главе. Дальше 5 уровня я пройти не мог, поэтому я вернулся на 3 и начал поднимать уровень героя. Также уровень героя можно поднимать в таверне, используя банки пива. Ты спросишь, почему я качал чемпионов именно на 3 уровне, а не на 4 или другом? Все очень просто. На 3 уровне падают ценные щиты. А щиты в игре самые дорогие. Поэтому, фармя опыт героям, ты также фармишь и серебро. Ну, я собственно. Также выполняй ежедневно квесты, за них дают ресурсы и опыт. В этой вкладке также есть еженедельные и ежемесячные квесты, которые выполнять дольше и немного сложнее. Таким образом, вкладка миссий становится для любого новичка гайдом на ближайшее время. Выполняя задания из этой вкладки, любой игрок будет получать понимание ключевых моментов по игре. А кроме этого, ты получишь много полезных наград, включая артефакты, книги для прокачки навыков, банки опыта, осколки и других чемпионов. В целом, миссии не сложные, но иногда для выполнения условий требуют фарма. Например, миссии, где нужно получить артефакты с какой-то там определенной основной характеристикой. А тебе выпадает все что угодно, но не то что нужно. Кстати, больше энергии и ресурсов ты можешь получить бесплатно в разделе с сериалом по игре. Просто смотришь крутой сюжетный экшен и лутаешь награды, и по итогу у тебя скопится около 1000 энергии и много серебра. Всего за 2 дня я закрыл 59 миссий, которые позволили одеть в начальный шмот героев, заточить его и прокачать чемпионов до максимального на данный момент уровня. Благодаря тому, что у тебя уже есть сформированная пачка героев, прохождение начальных активностей не напрягает, так как прогресс идет очень быстро и сбалансировано. Давай расскажу тебе немного больше о чемпионах, которые у тебя есть. Громобой это герой поддержки, который массово воскрешает союзников. Первая атака разбой бьет 3 раза одного врага и сокращает шкалу хода на 10%. Вторая атака зверства, бьет врага один раз и накладывает штраф скорости и штраф атаки. Третья способность железная воля, накладывает баф защиты всем союзникам и дает возрождение после смерти, что будет спасать очень часто. На старте одевай его во все, что имеет параметр защита, скорость и атака. Параметр защиты очень важен, ты повышаешь поглощение урона и увеличиваешь защиту. Способности тхука заточены на то, чтобы увеличить свою выживаемость и держать внимание врагов на себе. Первая атака безумный мясник, атакует врагов 2 раза и имеет шанс наложить штраф меткости. Вторая атака нервный срыв, бьет всех врагов и накладывает дебаф атаки и защиты. Третья способность ярость быка, накладывает провокацию на противника и дает себе неуязвимость и отражение урона. Новичкам рекомендую одевать сет 4 вещей на кражу жизни и сет 2 вещей на защиту с нужными характеристиками. Алейн это чемпион атаки, она наносит большой урон своими критическими ударами. Первая атака меткий выстрел, дважды атакует, если первый выстрел был критическим. А два небесная стрела, атакует одну цель, а затем всех противников с повышенным шансом критического удара. А если цель погибает, то дает себе баф критического шанса. И третья атака долина смерти, атакует всех врагов 2 раза. Кроме этого еще есть аура, которая увеличивает здоровье союзников во всех боях на 15%. Ей можно экипировать сеты скорости, а также на критический урон для более ощутимого дамага. Анакса, которого получишь на 25 уровне, я рекомендую одевать в сет кража жизни и скорость. А позже из него получится имба. Первая атака пронзающие шателы. Атакует два раза и накладывает дебаф защиты. Вторая атака роковые язвы. Атакует врага два раза и каждый удар накладывает штраф меткости и яд на три хода. А три пир души. Атакует врага и накладывает дебаф слабость. А сам чемпион лечится на 50% от нанесенного урона. Фишка у него в пассивке. По мере снижения здоровья дает себе баф атаки, защиты и дополнительный ход. Крутой чемпион. А теперь несколько советов от меня для облегчения игры в дальнейшем. Рейд это игра, в которой нужно фармить ресурсы. Но тратить эти ресурсы нужно с умом. Советую по возможности все копить. Особенно это касается рубинов. В начале игра сыпет их довольно много, а тебе нужно накопить их 800 штук. Чтобы быстро прокачать таланты будущему основному герою и 500 штук, чтобы открыть шахту и фармить рубины на халяву. После шестого уровня максимально проводишь время на арене, получая медали для прокачки большого зала и компоненты для кузни. Все это пригодится в дальнейшем для крафта новых сетов. Получив очередного эпика на ранней стадии игры, не бросайся его сразу прокачивать. Даже если ты узнал, что он очень крутой. Так как возможно он тебе не пригодится в дальнейшем, а ресурсы будут уже потрачены. Участвуй в турнире новичка. Он даст очень даже неплохие награды. Получив осколки, не трать их сразу же, вызывая героев. Дождись, когда портал начнет светиться цветом, соответствующим твоему типу осколков. Это увеличит шансы на призыв более лучшего чемпиона. Не качай героев в лагере хранителей, который откроется на 15 уровне. Это долго и дорого. Выполняй миссии и задания. Собирай все награды, которые дает игра. Копи их и ты с легкостью долетишь до 25 уровня. Что же в итоге 7-дневной игры? Да, я всего-то за 7 дней игры так круто прокачался и делал этот гайд. У меня отличная команда чемпионов, которая без проблем пройдет начальный этап игры. Квесты, миссии, бои на арене и все другие активности будут выполняться без каких-либо затруднений. Анакс и Элейн дамагеры, которые достойно справляются со своей задачей. Громобой дает хорошие бафы союзникам и при прокачке может воскрешать павших воинов. Дхук держит на себе урон и внимание врагов. И Аделин дебафает врага и лечит союзников. В этой синергии будет интересно, быстро и легко качать аккаунт. За время, которое я провел в игре, мой аккаунт достиг 25 уровня. В компании я остановился на 7 уровне 11 главы. Получены очень хорошие для начальной игры сеты артефактов. Например, сет небесной жизни, небесной атаки, бессмертия, свирепости и другие. А также нафармлено много артефактов на продажу. Причем этот прогресс ты, зритель, можешь и сам повторить. Также круто прокачаться и идти своим рейдовым путем. В ходе игры проблем с серебром не возникало. Энергии тоже всегда с достатком. На данный момент у меня вот столько рубинов, которые я планирую копить для прокачки талантов основному чемпиону. Кроме того, подсобралось несколько редких ник, которыми я займусь позже. И еще удалось нафармить вот столько осколков, которые уйдут на x2 событий выпадения чемпионов. А все активные герои прокачаны до максимальных уровней и готовы к дальнейшему развитию. Ну что, узнал новую информацию? Я буду благодарен, если ты подскажешь мне в комментариях. Хочу напомнить, что на моем канале есть очень много гайдов по чемпионам. Заходи, если у тебя вдруг возникли затруднения в каких-то вопросах. Не забывай, чтобы получить эпиков в Raid Shadow Legends, просто создавай аккаунт по ссылке в описании. Переходи и бери самых крутых эпиков в свою коллекцию. На этом я буду заканчивать мой гайд. Очень надеюсь, что он был для тебя полезен. Большое спасибо, что смотрел. Обязательно прошу подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Это промотивирует меня создавать новый контент. А еще я рекомендую тебе посмотреть вот эти два ролика. Увидимся.